МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Альфия Еремеева. И вот о чем расскажем в ближайшие полчаса. Гектары выгоревшей земли, сожженные постройки и едва не уничтоженные домам. Продолжают люди беззаботно и безответственно возводить огонь на своих территориях, думая, что он не причинит значительного ущерба. В выходные спасателям пришлось поднимать в воздух вертолет, чтобы справиться с пожарами, которые устроили люди. Из-за жаркой погоды в Красноярске буквально за два дня расцвели яблони и вишни. Ждать ли подобных температурных подарков и на этой неделе? И чем чревата такая аномалия? Спрятал лицо за медицинской маской и устроил охоту на треноги. В Ачицке мужчина разбил два аппарата фиксации нарушений и избил женщину-оператора. За последние сутки в крае коронавирусом заболело еще 19 человек. Больше всего случаев выявили в Красноярске 15 человек. Следом идет Девногорск, появились новые заболевшие в Сосновоборске, Каннске и Емельяновском районе. На карантине сейчас чуть больше полутора тысяч человек. Сняты с наблюдения почти 15 тысяч. Обследованы больше 56 тысяч жителей края. В Роспотребнадзоре отмечают, сейчас темп прироста заболеваемости в крае составляет почти 9% в сутки. По количеству инфицированных мы опустились с 16-й на 19-ю строчку общероссийского рейтинга. Россия, между тем, уже обогнала по количеству заболевших Китай и приближается к отметке в 90 тысяч случаев. Из них за последние сутки больше 6 тысяч. Почти у половины пациентов нет выраженных симптомов. За все время тест на коронавирус дали больше 3 миллионов жителей страны. Резкого скачка числа заболевших коронавирусом в Красноярском крае нет. Этот вывод можно сделать на основании данных, которые предоставляет региональный Роспотребнадзор. На сегодня в крае 527 инфицированных. 65 человек уже выписали домой. Избежать единовременного массового заболевания помогают меры, которые реализует губернатор. Несмотря на ряд ограничений, которые действуют до сих пор, жителям Красноярского края, в отличие от жителей других регионов России, разрешают гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице. Только при условии соблюдать дистанцию. Также дачникам официально можно ездить на свои участки. А в некоторых районах края полностью отменили режим самоизоляции и ограничения на работу предприятий. Это часть Держинского, Енисейского, Мотыгинского и Тосеевского районов. Запреты, связанные с пандемией, не действуют теперь на территории Тюхтецкого и Саянского районов. А в Красноярске больных коронавирусом смогут лечить в кардиоцентре. До 1 мая там подготовят 100 коек для инфицированных. Больница попала в перечень медучреждений, которые должны перепрофилировать в связи с пандемией. Такое распоряжение в минувшую пятницу подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В списке 28 больниц в разных регионах страны. Предполагается, что благодаря этой мере число коек для лечения пациентов с COVID-19 вырастет почти на 5 тысяч. Отмечу, хоть в Красноярском кардиоцентре сейчас готовят палаты и места под больных коронавирусом, это не значит, что медучреждение закроется 1 мая. Чтобы это произошло, Минздрав России должен опубликовать официальное распоряжение. Если это случится, краевой кардиоцентр не сможет принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Добавлю, в список медучреждений, которые могут перепрофилировать под лечение больных COVID-19, также попал роддом номер один. В него в случае необходимости будут направлять беременных женщин, больных коронавирусом. Но пока таких в Красноярском крае нет. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома с семеркой. Сейчас это важно. Небо над Красноярском вновь затянуло дымкой. Но теперь это не смог, а последствия пожаров. В МЧС рассказали, в окрестностях города массово жгут прошлогоднюю траву. В выходные огонь мог перекинуться на дачи в Емельяновском районе, но пожарные все потушили. Выгорело 5 гектаров, пламя повредило 5 строений. Также огонь чуть не уничтожил дома в сухой балке, пришлось подключать вертолет. Он вылил на очаг 65 тонн воды, прежде чем пожар удалось локализовать. Здесь также огонь повредил 5 строений. Люди не пострадали. Я напомню, с конца прошлой недели в регионе действует режим ЧАЭС в лесах. Только за эти выходные сотрудники Краевого лесопожарного центра ликвидировали 93 возгорания. Ситуация осложняет высокая температура воздуха. Возбуждено уже с начала пожароопасного периода более 700 дел об административной ответственности населения. Конечно же, самый главный фактор возгорания всех, это человеческий фактор, продолжают люди беззаботно и безответственно разводить огонь на своих территориях, Думаю, что он не причинит значительного ущерба. Тем не менее, этот ущерб есть. И для того, чтобы предотвратить возгорание, мы должны и предотвратить ущерб, мы должны совместными усилиями сделать все, чтобы возгорания стало как можно меньше. А еще из-за жаркой погоды в Красноярске раньше времени зацвели деревья. Обычно это происходит на две недели позже, в середине мая. Но на этих выходных воздух прогрелся до рекордных для апреля 30 градусов. Такие температуры не характерны даже для южных районов края. В национальном парке Шушенский бор также распустилась черемуха и яблоня. Впрочем, раннее цветение может быть и опасным. Если следом за аномальной жарой придет похолодание, зависть может погибнуть. Впрочем, до конца этой недели синоптики не прогнозируют похолодание. Красноярцев ожидает теплая, но пасмурная неделя. До четверга воздух будет прогреваться до 23 градусов, потом станет чуть прохладнее, до 19 градусов в светлое время суток. Всю неделю в прогнозе слабый дождь, солнце выглянет лишь в воскресенье. По ночам синоптики обещают 6-10 градусов тепла. То есть в ближайшие 7 дней средняя температура поднимется выше отметки 8 градусов и продержится дольше 5 суток. Однако это не значит, что отопление в домах отключат. Сегодня в мэрии сообщили, что еще ждут похолодания. И если сейчас завершить отопительный сезон, то снова начать его будет невозможно. И тогда начнутся жалобы горожан на холод в квартирах. Такая жаркая неделя станет для работающих красноярцев короткой. По крайней мере, календарь выходных пока не меняли. Пятница, 1 мая – государственный праздник, день весны и труда. А значит, россиянам положен отдых. Второе и третье выпадают на субботу и воскресенье. И таким образом праздник переносится на будни следующей недели – 4 и 5 мая. Итого, тех, кто не находится на самоизоляции, ждет 5 выходных. Раньше в эти дни в Красноярске устраивали первомайскую демонстрацию и тематические выставки и экскурсии. Но в этом году из-за пандемии все мероприятия отменили. И сегодня мы спрашивали у вас, как вы планируете провести майские праздники. Больше всего пользователи во ВКонтакте выбрали вариант «Останусь дома», буду соблюдать режим самоизоляции. На втором месте с небольшим отрывом ответ «Отправлюсь на дачу». 15% опрошенных выбрали вариант «Поеду на шашлыки с друзьями». 11% наших подписчиков в праздничные дни будут работать и всего 3% отправятся на майские праздники гулять по городу. Полная очистка полов, стен и лифтов в железнодорожном районе сегодня показали обработку надземного перехода в районе остановки «Космос». Это одно из мест общего пользования, через которое, несмотря на режим самоизоляции, проходят сотни горожан. Каждую поверхность здесь дезинфекторы обрабатывают флоросодержащим раствором. Такая уборка помогает предотвратить распространение коронавируса, но это только одна из профилактических мер. Важно соблюдать личную гигиену, дистанцию и избегать лишних контактов с людьми. Две недели назад мы выполнили эти же работы на подземном пешеходном переходе в районе улицы Красно-Московская. Сейчас мы сделаем здесь. И именно хотим, чтобы пока люди находятся на самоизоляции, мы с вами приведем наши общественные места в порядок, и люди выйдут и скажут, что сегодня здесь у нас чисто, у нас идет обновление, и все эти общественные пространства дадут людям хорошее настроение. Спрос на инвентарь для дачи увеличился вдвое по сравнению с тем, каким он был в прошлом году. Такие данные приводит агрегатор товарных предложений. На 15% выросли продажи теплиц, на 93% грунта и удобрений. Люди охотно заказывают лопаты, грабли и вилы. Их спрос поднялся на 44%. Не забывают вынужденно отдыхающие и о детях. Для них покупают горки, качели и песочницы. Те же, у кого нет дачи, судя по заказам, делают ремонт, занимаются спортом, не отходят от компьютеров и трудятся над улучшением личной жизни. А теперь немного отвлечемся от новостей про коронавирус. На реке Сисим нашли тело пропавшего в прошлом году сотрудника золотодобывающего предприятия. Об этом в дежурную часть полиции сообщил местный житель. Сразу же на участок, в 40 километрах от Сейбы, направилась следственно-оперативная группа. Сейчас личность погибшего уже установлена. О других новостях в двух словах расскажем далее. Гадюка укусила туриста на Таргашинском хребте. Мужчина выложил видео и рассказал, что после долгой прогулки присел на камень завязать шнурки. Скорее всего, пишет пострадавший, он не заметил змею в траве и наступил на нее. Красноярец вернулся в город и обратился к врачам. Его здоровью ничего не угрожает. За прошлую неделю с укусами клещей к медикам обратились больше 400 жителей края. Цифрами поделился региональный Роспотребнадзор. От кровососущих пострадали 433 человека, 150 из них дети. В Красноярске на минувшей неделе клещей с себя сняли 126 человек. Все они посещали окрестности Столбов и район Базаихи. В Красноярском центре СПИД начали проводить тесты на коронавирус для врачей. Туда уже доставили первые 2000 специальных тестов. С их помощью специалисты будут изучать анализы на антитела к COVID-19. Главврач центра рассказал, что это лишь дополнение к другим тестам, но она поможет достовернее подтверждать или опровергать диагнозы. В Ачинске неизвестный разбил два аппарата фиксации нарушений и избил оператора. Первое ЧП произошло рано утром. Мужчина сбил треногу на трассе и ударил по голове девушку, которая следила за аппаратом. Чуть позже в самом Ачинске тот же человек трубой разбил другое устройство и разнес машину оператора. Полиция уже ищет преступника, ему грозит уголовная ответственность. Родительский день. Красноярцы встретят в режиме самоизоляции. Почему прихожан просят скачивать молитву в интернете и носят ли священники маски в храме. Об этом сразу после рекламы. Пока вы дома, мы строим. Мам, я бургер хочу. Мам, хот-дог хочу. А мне горячий шоколад. Ну, мам! На автозаправках «Красноярскнефтепродукт» можно купить вкуснейшие бургеры, хот-доги, круассаны, горячий шоколад, бодрящий кофе и многое другое. Красноярскнефтепродукт. Заправил авто? Заправься сам. Отступать некуда! Мы должны завоевать! Ваш интерес. Весной девушке нужны новые туфли, лучшие подруги и... Ваше внимание. Мы покажем настоящую игру, и тогда вы выберите нас. Первые герои телеэкрана бьются за ваше внимание. С видеосервисом ВИНК вы сами выбираете пакет интересных вам каналов и фильмов. Скачивайте ВИНК! Ростелеком. Технологии возможностей. Пока вы дома, мы строим. Итак, глава Красноярской епархии обратился к верующим с просьбой не посещать кладбище в родительский день. Для прихожан закрыты и храмы. Как же почтить память усопших в условиях режима самоизоляции? А об этом мы поговорим с настоятелем Трехсвятительского храма Василием Вершинским. Здравствуйте, Василий. Скажите, пожалуйста, что делать верующим в такой ситуации? Кладбище закрыты, храмы тоже. Здравствуйте. В первую очередь позвольте поздравить вас со Светлым Христовым Воскресением и приветствовать вас пасхальным, торжественным, жизнеутверждающим приветствием. Христос Воскресе. Что необходимо делать? Конечно, соблюдая режим самоизоляции, мы не можем остаться в полном смысле без этого праздника. Мы можем это делать в домашних условиях. Во-первых, на сайте Русской Православной Церкви опубликован текст чинопоследования домашнего поминовения усопших. Мирянин, открывая вот этот ресурс, может увидеть и скачать вот этот текст. И дома, стоя перед иконочками, попросить прощения, благословения как раз именно за тех усопших, о которых он должен был помолиться именно в церкви. Вот. Ну и, собственно говоря, делать добрые дела можно и дистанционно. Это тоже всегда приветствуется. Почему? Потому что в память усопших всегда традиционно мы должны делать добрые дела. Я думаю, сейчас много людей, которые имеют нужду, и можно оказать помощь дистанционно. Если вспомнить сейчас, как в этот раз отмечали Пасху, было все равно очень много верующих, несмотря на запрет, они приходили к храмам. Как Вы считаете, завтра будет что-то подобное? Мне сложно сказать, потому что на самом деле верующих не так много было, как обычно. Да, конечно, есть те люди, которые все равно приходят в храм и участвуют каким-то образом в молитве, пусть это не общая молитва, но тем не менее. В течение дня, пасхального дня, люди приходили. На Радонису, мне кажется, но это сугубо мое мнение, не так много людей, в принципе, присутствует на богослужении, больше, конечно, людей присутствует на кладбищах. Скажите, в Ваш храм много уже прихожан обратилось именно дистанционно? То есть это, я так понимаю, интернет, звонки? Совершенно верно. Много прихожан, конечно, нет, потому что не все обладают как раз именно доступом к современным коммуникациям, но, тем не менее, такие люди есть, и, соответственно, это работает. Если есть возможность, конечно, люди этой возможностью пользуются. А есть какое-то примерное понимание в цифрах, да? Сколько человек обратилось? Сколько в день обращается примерно? Ну, честно говоря, в день не так много. Ну, в целом, в целом, вот вообще за этот период, ну, если раз, наверное, 30, вот так вот обратилось, просто мы с этим сталкиваемся впервые. Возможно, в дальнейшем будет каким-то образом это динамичнее процесс отслеживаться, вот. Но сейчас пока только так, потому что это впервые мы столкнулись с такой проблемой, и никто не знает просто, как это сделать. А есть такие ситуации, когда прихожане все равно приходят к храму, и вам приходится объяснять, что вот сейчас такая ситуация, в храмы заходить нельзя. Вот что вы им говорите сейчас? Как объясняете? Ну, безусловно, приходят такие прихожане, но, во-первых, если они, собственно говоря, приходят, мы не имеем права их выгнать, потому что храм, собственно говоря, посвящен для богослужения. Мы разметили все православные церкви соответствующей разметкой, все санитарные нормы, предписания, которые выше священноначалием, утвержденные высоким начальством, мы соблюдаем и по сей день. Ну и, соответственно, проводим профилактическую работу, для того, чтобы люди действительно воздержались от каких-то походов, не только в храм, а вообще в целом. То есть сейчас очень опасно гулять где-то и даже на улице, прогуливаться, все нужно брать во внимание. А в чем заключается ваша профилактическая работа? Наша профилактическая работа заключается в том, что мы, в первую очередь, призываем именно к тому, чтобы обратили внимание на призыв священноначалием, потому что церковь единой и управляется священноначалием, Богом, в первую очередь. Но непосредственно мы имеем как организация прямое подчинение нашему вышестоящему начальству, которая твердо и убежденно сказала о определенных регламентах. Соответственно, причастие происходит у нас в определенных условиях, в очень сложных, но тем не менее вызваны как раз именно этой необходимостью. Все санитарные нормы, они сохраняют свое действие и внедряются везде, внедрены, в принципе, во все православные церкви. Разметка обязательно, чтобы маска была традиционной, мы к этому призываем обработка рук, дистанцию, чтобы сохраняли и так далее, в принципе, и подобное. А вы сказали по поводу маски, вот во время службы священнослужители обязаны в ней находиться? Поскольку традиционно не так много у нас людей и, соответственно, призваны богослужения совершать только клирики православной церкви и волонтеры, которые помогают, способствуют совершению богослужения, мы, в принципе, все друг друга очень хорошо знаем. Ну и, соответственно, само богослужение, оно не проводится в масках. Но если будет распоряжение священно начали, значит, мы будем... Если усугубится вот эта проблема с коронавирусом, значит, соответственно, будут соответствующие предписания и мы тогда будем принимать их в действие. Все, ясно. Спасибо вам большое за подробный рассказ. Я напомню, у нас в гостях был настоятель трехсвятительского храма Василий Вершинский. Что бы ты ни делал, работал, путешествовал, творил или любил, ты всегда можешь получать прибыль по сбережениям до 10,8% годовых. КПК Дело. Деньги всегда должны приносить прибыль. Из-за пандемии коронавируса в Красноярске уже отменили концерт «Была война, надежда и победа». Он должен был состояться накануне 9 мая и стать подарком для горожан. 450 учеников детских музыкальных школ приготовили легендарные довоенные и хронковые песни. В них они рассказывали, как дети войны переживали тяготы страшного времени, справлялись с бедами, переживали за близких, работали, мечтали и верили. С этим концертом дети выступили всего раз 8 февраля на сцене большого концертного зала. Суровая Москва посадила нас, детей, в поезда. Правила в Сибирь. Мы ехали медленно, вздыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили на вокзал. Была ночь. Вокзал тистанул по глазам ярким светом. Но вскоре мы увидели и не другое. Многотысячная толпа беженцев посадила единственный ресторан. Дети войны Набивались теплушки открытые. Дети войны Хоровили теплушки убитые. Никогда я забыть не смогу Утрожки хлеба на белом снегу. Утрожки хлеба на белом снегу. Развитие производства, сокращение простоев и прибыль. Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций всего год назад вступил в нас в проект «Производительность труда» и уже первые результаты. Как на легендарном сибирском производстве осваивают новые технологии и что нужно сделать, чтобы присоединиться к первым участникам, расскажем в следующем сюжете. Сейчас на этой линии КЖБМК трудятся всего пять человек. Тут делают плиты для дорог и взлетных полос. Именно эта продукция приносит предприятию основной доход. В ноябре 2019 года комбинат принял участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». И уже пять месяцев эксперты Федерального центра компетенции обучают сотрудников красноярского предприятия «Бережливому производству». Наше предприятие уже достаточно возрастное. Соответственно, нужно было вдохнуть новую жизнь. Нужно было показать людям, что может быть все иначе. И основная, конечно же, задача наша, мы постоянно сталкивались с ограниченностью производственных мощностей. Это было увеличение производительности труда. Причем основная задача проекта, основная цель – это научить нас, как должно быть. В итоге комбинат полностью оптимизировал свое производство на этой линии. Остальных работников определили в другие цеха. В этом году руководство предприятия уже считает возросшие показатели. Партию из восьми плит теперь делают за пять часов вместо восьми. В конце смены недоделанными оставляют всего 17 штук. Раньше было 32. А на одного человека приходится на две плиты больше за тот же восьмичасовой рабочий день. Обучение у нас проходят и руководители предприятия, это программы лидеры производительности. Ну и рабочим так же самым мы проводим тренинги по инструментам бережливого производства. Причем даже не мы проводим, а уже обученный, сертифицированный, внутренний тренер данного предприятия. Такие тренинги проводят на всех предприятиях, которые участвуют в национальном проекте. Также всем производством выделяют кредит до 300 миллионов под льготный 1% годовых. В 2019 году к программе присоединились 23 компании. В этом ожидают еще 31 участника. А весь проект рассчитывают выполнить даже раньше срока. 159 предприятий должно у нас войти. Мы стремимся к тому, чтобы опережающими темпами предприятия вовлечь. В Краснодарском крае много советских предприятий, где это на самом деле актуально, где выстраивать технологические цепочки нужно больше и больше. Ну и, соответственно, наши задачи все больше увеличивать производительность труда. Вы знаете, президентам поставлена задача по годам 10, 15, 30 процентов. И мы будем, соответственно, выполнять, я надеюсь, что в Краснодарском крае даже быстрее, чем по России. Для участия в нацпроекте есть условия. Годовой оборот от 40 миллионов рублей, занятость в приоритетных для государства отраслях, обрабатывающая производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство или ЖКХ. А главное желание учиться и наращивать производство. Ведь последствия только положительные. Прибыль компании, рабочие места и налоговые отчисления в краевую казну. Илья Филонов, Станислав Смирнов, 7 канал. В режиме самоизоляции возросла нагрузка на операторов связи. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. А школьники и студенты сейчас получают дистанционное образование. Как обеспечивается бесперебойная онлайн-жизнь у нас в Красноярске и какие инновации внедряют для повышения безопасности, Расскажем прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В режиме 24 на 7, соблюдая все меры безопасности, продолжают свою работу аварийно-восстановительные бригады и техническая поддержка клиентов Думру. Масками, очками, перчатками и санитайзерами обеспечены все сервисные инженеры. Даже роутеры и ТВ-приставки можно заказать с бесконтактной доставкой и подробной инструкцией по самостоятельной настройке. А для тех компаний, которые продолжают работать в штатном режиме и должны соблюдать повышенные меры безопасности на объектах, Думру Бизнес предлагает модуль видеоаналитики, который определяет наличие маски на лице сотрудников и посетителей. Также на крупных предприятиях можно настроить комплексную систему тепловизоров. Они позволяют бесконтактно и автоматически измерять температуру нескольких человек одновременно. Если температура будет выше нормы, ответственному сотруднику придет оповещение. Это решение можно внедрять не только в офисах и на предприятиях, но и в местах массового скопления людей. При этом многие опции и услуги Домру Бизнес предлагаются предпринимателям на льготных условиях в рамках спецпредложений. И теперь информация о погоде во вторник, 28 апреля в Красноярске облачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 733 миллиметра артутного столба, ночью плюс 7 градусов, днем до плюс 23. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть твои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер телефона 8-391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Альфия Еремеева. Берегите себя и только хороших вам новостей.